Дорогие друзья, приветствуем вас из удивительного по красоте места скита Святой Анны на Афоне. Сегодня мы находимся в келье святого Ивана Златоуста у гостеприимного отца Гавриила. Именно здесь проходит тропа к вершине Афона. Именно здесь паломники могут отдохнуть, собраться с силами перед восхождением на вершину и даже арендовать мулов. Кстати, по словам отца Гавриила, мы у них первые гости после карантина. Сегодня мы расскажем вам об истории афонского монашества, о ските, о быте афонских монахов и передаем слово Семену Цанидису, гиду и афонскому проводнику паломнического центра Солуи. Ну а теперь хотелось бы рассказать историю, не знаю получится или не получится по времени, я попытаюсь рассказать историю основания первого монастыря на Аферве, монастырь, который был основан в 960 году. Итак, 960 год, Византийская империя, у власти находится император Роман, молодой человек, амбициозный человек. И вот на самом высшем уровне византийской власти было принято решение о том, что нужно в конце концов основать первый монастырь здесь на Афоне. Почему? Потому что было много монахов, жили они в кельях и никто не знал, что это за монахи, как они молятся, чему они здесь учат друг друга. Поэтому было принято решение, ну как бы дисциплинировать все это монашество одинокое, которое жило в идиаритмичном состоянии. Идиаритмичное, то есть это были отдельные кельи, в которых жили вот такие отдельные монахи. И вот было принято решение в 960 году основать первый монастырь на берегу Афона. Эта точка находится за горой, вот сейчас мы находимся с этой стороны горы, вот с той стороны горы у нас находится Афанасием Великим. Ну, давайте об этой истории. 960 год, было принято решение основать первый монастырь и нужен был человек. И этот человек был найден, его звали Авраами в миру, он принимает монашеское имя в схеме Афанасии. Он был родом из Трапезунда, он был половина греком, наполовину был грузином. Приезжает Константинополь и ему была доверена вот эта очень важная задача отправиться на Афон со средствами, на кораблях для того, чтобы строить первую лавру. В Константинополе у него был друг, которого звали Никифор Фака. Это был полководец из знаменитой армянской династии, очень знаменитый человек, очень достойный полководец. И вот два друга-товарища. История будет об этих двух интересных людях. И один отправляется сюда на Афон, а другому было дано задание отвоевать остров Крит. Дело в том, что на тот момент остров Крит уже 135 лет находился под властью мусульман, под властью сарацин. И нужно было вернуть его в лоно православной церкви. И нужно было это делать срочно, потому что годы проходили и на Крите уже исчезли два друга-товарища. Одному дан приказ идти на Афон, основывать первую лавру, первый монастырь. А другому плыть на остров Крит. И Никифор Фака отправляется на остров Крит, но до этого он дает обет Богу, что вместе с Афонасием когда-то они поселятся вот в этом первом монастыре. Он был небедным человеком, он снабжает его своими средствами отдельно для построения кельей. И, как я уже говорил, он дает обет Богу в том, что он поселится и станет монахом здесь, в Великой Лавре. Он заканчивает свою военную операцию с блеском. Он освобождает остров Крит, побеждает Сарацин, выбивает их всех, возвращает этот остров, греческий остров в лоно византийской православной церкви. Но ситуация была такова, что пришлось даже завозить туда христиан, потому что, как я уже говорил, за 135 лет христиан там не стало совсем. И он возвращается, с триумфом возвращается в Константинополь. В Константинополе, как я уже говорил, правил император Роман, а женат он был на очень интересной девушке, на очень интересной женщине, которую звали Феофано. Спартанка Феофано говорят, что это была самая красивая женщина византийской империи. Ну, так во всяком случае говорят. И вот через два года Никифор Фака возвращается в Константинополь и узнает о том, что император Роман умирает, остается Феофано вдовой с тремя детьми, Василий, Константин и Анна. Об этой девочке мы поговорим отдельно. Это отдельный русский след в нашей истории. И вот эта молодая, красивая женщина, на тот момент ей было всего лишь 25 лет, она понимает, что это ее шанс. Она осталась без мужа, ее ожидала отправка в монастырь. Поэтому она делает свое предложение Никифору Факе. И наш бравый солдат не устоял перед красотой. Как я уже говорил, одной из самых красивых женщин византийской империи. Он становится ее мужем и становится следующим императором Византийской империи под именем Никифор Фака. Когда Аврамий, Афанасий вернулся с Афона в очередной раз за средствами, между ними состоялся разговор. И, конечно же, Афанасий укорял своего старого друга о том, что он не сдержал обет данный Богу. И влюбился как мальчишка, потому что ему было на тот момент уже около 50 лет. Он влюбился как мальчишка. Мало того, что он не сдержал свой обет. И плюс ко всему, Афанасий предупреждал старого друга о том, что добром все это не кончится. Сам Никифор Фака понимал, что действительно все это странно. И не доверял никому. Построил флигель, отдельный флигель в Константинопольском дворце. Его охраняли варяги, которые воевали вместе с ним на Крите. Только он им доверял. И охраняли по-настоящему. Это были верные воины. Но его племянник Иоанн Семисхи, который вступил в преступную связь с его женой Феофано, он замыслил переворот. И в результате этого переворота Никифор Фака погиб. Следующим императором Византийской империи стал Иоанн Семисхи. А Никифора Факу похоронили и на надгробии написали, ты покорил всех, кроме женщин. Иоанн Семисхи стал хорошим императором. Он перенял скитальни у Никифора Факе. И он помогал Афону, помогал Афанасию. Он сдружился с ним, несмотря на такое, так сказать, происшествие, которое имело место быть. И этот человек делал очень много для Афона. Очень много делал для Афона, для построения первых монастырей, для отправки средств сюда. Ну и вошел он в историю как победитель Святослава. Мы знаем о том, что Святослав в свое время был нанят Никифорой Факой для того, чтобы отвоевать для Византийской империи Болгарию. Он ее отвоевал, но уходить никуда не собирался. Это был такой человек, который сам принимал решения и очень часто менял свои решения. Поэтому Иоанн Семисхи собрал огромную армию, отправился туда в Болгарию, победил Святослава и блокировал его в городе Переославли. А потом ему был предложен отход. Им предоставлен был коридор для того, чтобы русские ушли. Потому что византийцы понимали, что последний штурм этого города дорого им обойдется. Поэтому русским предоставили просто уйти с миром из Болгарии. На обратном пути мы знаем историю Святослави, который погибает. А к власти Византийской империи в конце концов пришла Феофано и ее второй сын Василий, который стал очень хорошим и мощным императором Византийской империи. А Владимир, сын Святослава и внук Ольги, хотел жениться на византийской принцессе. Вот была такая мечта у этого парня. Но византийцы как бы не очень замечали русских. И тогда Владимиру пришлось пойти на хитрость. Он захватывает последний оплот Византийской империи, город Корсунь, торговый город Корсунь. И предложил на выбор. Вы мне невесту, а я вам город назад. Византийцы быстро смекнули и решили, что оно того стоит. Поэтому Анна, младшая дочь Феофано, выходит замуж за Владимира Красного Солнышка. Он был крещен там же, в Корсуне, Василием, братом Анны, византийским императором, который вошел в историю как Василий Болгоробойца, вот под таким именем вошел. Но это уже другая история. Так вот, он выдает свою сестру Анну замуж за Владимира. И Владимир у нас в крещении Василий. Точно так же, как и Ольга у нас в крещении Елена. Вот такая история, вот такой русский след, который прослеживается, видите, от основания первой лавры на Афоне. И ведет к первому династическому браку, который состоялся как раз в эти годы. И как раз в эти годы произошло, как вы знаете, крещение Руси. Вот такая вот интересная история, которая интересна со всех сторон. И поучительная история. Ну, а теперь мы ждем ваших вопросов. Алексей, будут какие-то вопросы? Давайте мы будем отвечать все-таки о Афоне, да. Вопросов пока нет. У меня есть вопрос. Семен, мы все-таки находимся в таком месте потрясающем. Несколько слов про скит-цветуанны. Буквально в двух словах. Когда создан? Кем создан? Может быть, есть такая информация? И какие святыни здесь находятся? Людям очень будет, людям будет очень интересно послушать, какая помощь оказывается у этих икон, у святынь этих. Поэтому ждем. Ну, давайте по порядку, да. Мы находимся у подножья Афона. Афон – это 2030 метров вершина Афона. Мы у подножья находимся, вернее, не совсем у подножья, мы на 300 метров поднялись. А подножье вот там внизу, мы вчера в анонсе показывали, это Арсанас, это пристань скита Святой Анны. А здесь на 300 метрах у нас находится скит. В первую очередь все-таки нужно определиться, часто задают вопрос, что такое скит, разница, и что такое монастырь. Скит – это все-таки деревушка. Вот сейчас кадры есть. Вы видите небольшие кельи, разбросанные там и тут. Кельи может быть много, может быть поменьше. Скит Святой Анны – это самый большой и самый древний скит на Афоне. Он относится к Великой Лавре. Это территория Великой Лавры. Сначала скит был основан, первый скит Святой Анны был основан там, на берегу моря. Ну, потом во время набегов пиратов, которые разоряли бесконечно этот скит, монахи поднялись сюда на 300 метров и основали вот этот вот сегодняшний скит. Вот здесь у нас планы, пожалуйста, вот этот план с храмом, главным храмом, который был построен, основан в 1740 году. Очень красивый храм, византийский храм в византийском стиле. Это главный храм всего скита. То есть у каждой кельи, если вы замечаете вот эти вот круглые башенки на кельях, в каждой кельи есть свой храм. Обязательно. Почему? Потому что монахи-келиоты ведут, как я уже сказал, идеоритмичный образ жизни. И они не обязаны и не должны приходить каждое утро на литургию в главный храм. Сюда они приходят только по воскресеньям. Отсюда и название Кириакон. Кириакон – это главный храм, это воскресный храм. Сюда они приходят по воскресеньям на службу и по большим праздникам, то есть несколько раз в году. А так они молятся у себя в келях, келейно, и ведут вот такой, как я уже сказал, образ жизни, ну, так сказать, закрытый. А скиты в основном, они идиоритмичные. Вот скит Святой Анны, как я уже говорил, самый древний скит на Афоне, именно имеет вот такой образ жития. Какие святыни здесь хранятся? Здесь хранится стопочка Святой Анны. Как мы уже говорили, название, само название Святой Анны говорит нам о том, что это была матушка Богородицы, Марии, Девы. И здесь хранится ее икона, очень большая, очень красивая икона, древняя икона Святой Анны. И вот такая вот частичка мощей Святой Анны. Так, у нас здесь несколько вопросов уже появилось. Владимир, князь Киевский, правильно? Да. Владимир, князь Киевский. Красно-солнышко, да, наше. Как долго Лавра была единственным монастырем на Афоне? Совсем недолго, совсем недолго. Вот мы в прошлом эфире говорили о том, что грузины построили Верон. Это случилось, ну, буквально через 7-8 лет. То есть в 960 году началось построение Великой Лавры. Строилась она долго, очень долго. Но мы говорим, что через 4 года примерно уже поселились первые монахи. Кстати, монахов бедному Афанасию приходилось привозить с собой. Не только строителей и стройматериалов, но и монахов. Потому что местные монахи сопротивлялись и ни в коем случае не хотели менять образ своего жителя. Там какая-то история, по-моему, даже была со святым Афанасием, что его вызывали на суд. Да-да-да, на разбор полетов в Константинополь, да, и в конце концов все-таки Афанасий победил в этом, спорим. На несколько вопросов я, с вашего разрешения, отвечу сам. Зайдем ли мы внутрь? К сожалению, у нас такой возможности нет. Схит внизу, и тут, как вы видите, связь у нас не очень хорошая сегодня. Если мы пойдем вниз, то тут, к сожалению, к большому есть мертвые зоны. И святыни из храма не выносятся. Они выносятся, если кто-то хочет приложиться к святыням, они выносятся во время наших круизов. Поэтому, я уверен, абсолютно скоро все закончится. Скоро туристы начнут и паломники приезжать в Грецию. И святыня со скетта Светланы мы обязательно будем вам выносить. Дальше. Сколько сегодня на Афоне монахов? На Афоне всего, ну, примерно, потому что разные цифры даются, примерно 1700 человек. Большая часть, больше тысячи, это общежительные монахи, которые живут в 20 монастырях общежительных. И меньшая часть, это келиоты, люди, как я уже говорил, которые живут по идеаритмичному образу жития. Вот те, которые живут в основном в скетах или в кельях. Здесь очень много отшельников, кстати. Вот дальше скит Малая, Святая Анна. Дальше очень много кельей. Кстати, есть и русские кельи там, очень древние. Вот когда мы говорим об аскетизме, все-таки мы подразумеваем гору и все то, что вокруг горы. Откуда можно доехать до этого места? Как ближе добраться? Ну, дорога одна и путь один. То есть, из Уранополиса вы садитесь на корабль, на Айюанну или на скоростной катер и добираетесь сюда. Но это не самая дальняя точка. Там дальше есть еще остановки, но достаточно далеко. То есть, больше часа на скоростном катере плыть. Про основные святыни мы сказали уже. Это у нас икона Святой Прави Анны. Это стопа. Какая помощь? Помощь по традиции и по преданию. В первую очередь, это тем, кто хочет заиметь детей. То есть, те пары супружеские, которые по каким-то причинам не в состоянии это сделать, не в состоянии получить наследство, детей иметь, наследников, простите. И они обращаются именно с этими молитвами. Здесь существует определенная схема. То есть, это не просто так. Нужно сюда приехать, обязательно договориться с монахами. Они определяют время. Вы уезжаете назад в Россию или в другую страну. И там вы начинаете одновременно с монахами поститься и молиться. Они молятся здесь, вы молитесь там. И, в общем, этот процесс, как обычно, приводит к тому, что люди рожают. Есть ваш любимый вопрос. Есть ли здесь старцы и где именно они находятся? Людей это интересует. Ну, старцы есть. Ниже вот мы показывали или не показывали, я не помню. Там есть знаменитый Папаянис, которому не зарастет народная тропа. Вот, к которому люди ходят. Есть и другие старцы, которые здесь тоже. Вот, в скиту Святой Анны есть очень интересные старцы, очень интересные люди, которые многие не знают об этом. Но с ними очень интересно разговаривать. Вообще, вокруг Афона, как я уже говорил, много отшельников. Есть и сербы, есть и русские, есть и греки. Поэтому старцев много, но это отдельная история. О старцах это отдельная история. Чем ограничивается количество монахов на Афоне? Он ничем не ограничивается. То есть, любой желающий может стать просто, как ни странно, желающих не так много. Если говорить о греках, то все греки стали монахами. Те, которые хотели стать монахами. Из греков все стали монахами. В остальных монастырях, в русских монастырах, пожалуйста. Существуют вот такие мифы какие-то, которые постоянно циркулируют о том, что не пускают. Нет, нет такого вообще, нет. Нужно иметь терпение, нужно иметь силу воли и нужно посвятить себя всему этому. То есть, поэтому нужно приехать сюда. Схема очень простая. Вы приезжаете, вы сначала работаете, вы знакомитесь с монахами, с игуменом в первую очередь. Потому что игумен это и психолог, это и менеджер. Это все. И отец родной. Поэтому вы с ним знакомитесь. И как обычно, когда кто-то говорит, я хочу стать монахом. Ему говорят, прекрасно, езжайте домой. Подумайте, и потом на следующий год мы с вами поговорим. Вот такая схема. А потом через 3-4 года проверочного такого срока, когда вас проверяют, вы проходите вот этот срок, тогда по вам принимается решение. Будете вы монахом или не будете. Ничего сложного. А вот такой вопрос. Насколько я помню, здесь время очень сильно отличается. Вот Мирского, если можно, пару слов про византийское время на святой горе Афон. Как оно выстраивалось? Время, да, действительно, время византийское. Почему? Потому что Афон все-таки это наследие Византийской империи. Вот мы говорили о том, что монашество зародилось в египетской пустыне, в Палестине, в Сирии. Но вот уставы, настоящие уставы монастырские, все-таки это Константинополь. И все это перекочевало сюда и осталось только здесь. Почему? Потому что остальное все исчезло. Кроме монастыря Екатерины Синайской и монастыря в Иудейской пустыне, больше не осталось других монастырей. Поэтому вот здесь, на Афоне, сохранился древний Константинопольский устав. Поэтому вот здесь вот все это можно наблюдать, видеть. И все это существует только здесь, больше нет. Нигде. Семен, вот там один из наших слушателей пишет, паломники уже могут посещать Афон. На днях сообщили, что разрешили. Да, на днях разрешили, что сказали, что можно уже посещать потихонечку. Как это будет работать, с кем с перелетами, непонятно. Но как-то решится. Я думаю, что уже после июля месяца, в июле, в августе, я думаю, что это будет уже возможно. Особенно подъем на гору. Мы с вами находимся вот на тропе. Мы говорили уже о том, что здесь проходит основная трасса, основная тропа. Достаточно сложная тропа наверх. И очень много желающих подняться. Особенно среди русских паломников. Очень много желающих, которые поднимаются на гору. Это отдельная история. Это отдельная такая экскурсия на гору. Поэтому первое место, которое откроется, это вот это место. Потому что передвижение по Афону, это уже будет решаться в процессе. Я добавлю просто немножко. Действительно, Афон для паломников открыли с 1 июня, но ввели определенные ограничения. Сейчас монастыри могут принимать не более 15 паломников. Это раз. Второе. Скиты могут принимать не более 5 человек. И третье. Сейчас запрещены ночлеги. Если вы бронировали ночлег и получили демонтрион от одного из монастырей, запрещен ночлег в другом монастыре. К сожалению, к большому. Но я думаю, что это в ближайшее время не изменится. Просто все вводится потихонечку, постепенно. Соответственно, я думаю, что до начала июля будут уже изменения. Я думаю, что они будут не только здесь на Афоне и в Греции. Они будут вообще везде, во всем мире. Сколько существует Афон? Афон, как я уже говорил, первые монахи поселились здесь, ну, как минимум в 4 веке. На 4-5 век первые монахи. У нас нет много информации о том, как жили эти монахи. Осталось кое-что от них. Остатки каких-то келей, какие-то иконы, какие-то кресты от этих древних монахов, так сказать. А вот первая лавра, как я уже говорил вам, первый монастырь был основан в 960 году. Чуть позже был основан Иверский монастырь, дальше Ватопет и так далее, так далее. Примерно вот 10-11-12 век нашей эры, это расцвет Византийской империи, здесь строится основное количество монастырей. Когда-то их было много. Сейчас было принято решение, что их останется только 20. 14 скитов, 20 общежительных монастырей и 340, по-моему, кельей. Хотя келья, понятие келья, я хочу обратить ваше внимание, вот внизу вот здесь келья у нас. В нашем понятии келья это такая... Мы все с келью находимся. Да-да-да, такая узкая-узкая комнатка, в которую очень с трудом помещается какая-то кровать. Нет, вот это келья. В келье может быть 10-20 комнат. Поэтому келья в афонском понятии это здание, это не комната какая-то. Но в келье, насколько я помню, всегда должен быть храм. В келье обязательно храм, обязательно. Обязательно должен быть храм, потому что именно это его отличает от калина. Да-да-да. Вот женщин наших, ну, извините, этот вопрос волнует на самом деле, как часто женщины пытаются нарушить границы и попасть на Афон? Ну, есть несколько случаев, описанных, как женщины пытались попасть на Афон. Если честно, женщины все-таки попали на Афон. Пусть вас не удивляет эта информация, но это случилось во время турецкой резни. Тогда, когда монахи, ну, просто не могли остаться в стороне и обязаны были помочь гражданскому населению. И вот тогда некоторые жители близлежащих островов и полуостровов, они переплыли сюда на Афон и жили на побережье. Естественно, в монастыри они не входили, и монахи приносили им еду, заботились о них. Но это, как я уже говорил, вынужденная такая была мера. А так, ну, точных данных нет. Вот кто-то пытался есть всякие такие истории о том, что кого-то акула съела, кого-то, да, ну, всякое, на все воля Божья, акула так акула. Вот очень интересный, на мой взгляд, вопрос. Я бы сам хотел бы услышать ответ на него. По вашему мнению, на Афоне время остановилось или все-таки есть след прогрессивной жизни на Святой Горе? Нет, ну, безусловно, конечно, мы мутируем, монастыри мутируют. Вот, поэтому, ну, время здесь, ну, нельзя сказать, что сильно остановилось. Оно, конечно, остановилось в нашем понятии мирском, мирском, но все-таки монастыри были другие. Когда-то в монастырях жило по несколько сот человек. Вот представьте себе, у нас будет, по-моему, эфир о русском монастыре, в котором жило когда-то две тысячи монахов. Две тысячи монахов – это что значит? Это была бригада, которая строила, бригада восстановителей фресок, бригада, которая делала вино, бригада, которая ловила рыбу, профессионально ловила рыбу, бригада, которая занималась земледелием, да? Это были вот такие артели монашеские, которые очень-очень профессионально все это делали, и это было необходимо для монастырей. Сегодня в монастырях по 40, по 50, по 60 человек, и, ну, монахи в состоянии только нас встретить, нас обслужить, так сказать, постирать за нами, накормить нас и молиться. Вот и все, они больше не в состоянии заниматься вот такими масштабными какими-то проектами большими. Поэтому часто мы видим на Афоне профессиональных строителей, которые приезжают сюда и строят. К сожалению, ну, так не хватает, то есть, рук. Самый большой путь по количеству монахов в монастырь на Афоне, какой сейчас? Сейчас это Ватопед. 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 Да. А там сколько примерно? Около 120 монахов. Вот у нас, я почему спрашиваю, монастырь Ватопед, откуда такое название? Ватопед – это название, объясняя ту историю, которая произошла. Когда-то византийский император послал корабль в эти воды и, проплывая мимо того места, где в будущем будет монастырь Ватопед, он потерпел крушение. На корабле плыл императорский сын. Все погибли, ну, погиб и мальчик, как думали, а потом на следующий день мальчика нашли спящим под кустом. Поэтому в честь такого чудесного спасения, когда мальчика спросили, как случилось, что ты спасся, он сказал, какая-то женщина взяла меня за руку и вывела из этого буйного моря. И вот такое чудесное спасение. Поэтому ватус – это куст по-гречески, певи – это ребенок, вот ребенок под кустом. Поэтому отсюда такое название Ватопед. Вообще, Ватопед очень интересный монастырь, да. Ватопед – интересный монастырь, да. Тут я не могу опровергнуть этот монастырь. Интернациональный монастырь. Его особенность в том, что он интернациональный. Вы не забывайте, что все-таки византийское наследие, как мы говорили в прошлом эфире, это не греческое наследие, это интернациональное такое наследие. Поэтому сегодня в Ватопедском монастыре мы встречаем и грузин, и греков, и киприотов, и русских, и украинцев, и молдаван, и арабов, и американцев, и все там есть там. По-моему, японец даже был, если мне память не изменяет. Японец, по-моему… Или в Андреевском. Нет, он в Вероне точно есть. А вывез, вывез. И сейчас второй уже на очереди, второй японец. Вопрос такой. Вот здесь, за скалой, находятся короли. Да, правильно? Да, да, да. Что это такое? Короли – это скит, такой комплекс из келей состоящих, древние кельи. Это и корули, и керасья дальше. Это интересное место, но говорить о нем тяжело. Почему? Потому что нужно все это видеть, нужно все это пощупать, походить, посетить. Это кельи, очень интересные кельи. И каждая келья имеет свою отдельную историю. Вообще, конечно, очень интересно заглядывать в эти кельи, когда есть такая возможность. Поэтому предлагаю паломникам приехать сюда и заняться именно тем, чтобы пройтись по этим кельям и посмотреть. Корули, и керасья, и многие-многие кельи с той стороны. То есть можно обойти Афон по горной дороге, которая идет понад морем. Очень красивая, очень интересная дорога. И как раз на пути мы встречаем многие-многие кельи. Кстати, кто смотрел наш прошлый эфир с кельи Святого Истафи, мы были с той стороны Афона, куда обычно туристические корабли не подходят. Я просто еще раз напоминаю, у вас была уникальная возможность посмотреть именно на ту сторону Афона, на которую можно прийти через Корули. Семен, очень любознательный ребенок смотрит наш эфир. И он спрашивает, были ли какие-нибудь пожары на Святой горе? Привет ребенку, в первую очередь. И пожары, ну пожары были, конечно, пожары были. Вообще, это самое страшное, то, что случается на Афоне. Даже не грабежи пиратов, даже не землетрясения, которые случаются, ну обычно раз в сто лет, такие крупные землетрясения. Самое страшное, это пожар. Если пожар случается на Афоне, вы понимаете, что технически потушить его очень и очень тяжело. Да, есть самолеты греческие, которые называют канарейки, от того, что они желтые и от того, что они канадского производства. Вот эти самолеты берут воду, кружат над Афоном, сбрасывают эту воду. Но если ветер, и если жаркая погода, и если загорелся лес, то потушить это очень и очень тяжело. Поэтому, особенно в древние времена, когда не было никаких ни канареек, ничего не было, тогда потушить пожары было очень и очень тяжело. И часто в истории каждого монастыря мы встречаем многих монастырей, во всяком случае, что сгорело все дотла. И библиотеки сгорали, и многое-многое ценное сгорало. 69-й год Святопантелейнов монастырь, насколько я помню. Да. В общем, это большая катастрофа. Очень сильно пострадал. Его вот начали восстанавливать буквально недавно, буквально 20 лет назад. И многие, кто приезжал в то время на Святую Гору, они монастырь видели совершенно другим. Я лично собирал угольки, ходил на пепелище. Значит, вопрос такой. Принц Чарльз, правда, что он приезжает на Святую Гору? Правда ли, что он православный? И правда ли, что его там крестили? Что из этих трех пунктов моего вопроса правда? То, что приезжал, точно. То, что он православный, я бы в этом немножко усомнился. Бабушка у него была православная. Бабушка у него действительно была православная. Почему? Потому что она похоронена, кстати, в Иерусалиме. И он недавно был в Иерусалиме и посетил Евстиманию, посетил некоторые места православные. Это человек, который к христианству имеет такое отношение и тянется. Видно, что человеку очень нравится. Вообще многим нравится. Многие западные люди, которые уже живут в этом мире вседозволенности, так называемом, когда попадают на Афон, а здесь много, я еще раз повторяю, здесь очень много иностранцев. И немцы, и англичане, и французы, и итальянцы, и новозеландцы, и американцы. Очень часто мы встречаем на кораблях где-то или даже на подъем на гору, мы встречаем этих людей. И когда они сталкиваются к этому, ну просто для них это шоковое состояние. Почему? Потому что вот такая дисциплина, вот такое отношение к традициям для них, это уже в прошлом осталось. Поэтому многие из них с большим уважением к этому относятся, даже если они не крестятся, даже если они не становятся христианами, они приезжают снова и снова. Хотя есть случаи тогда, когда принимают христианство, да, некоторые из них. Вот вопрос такой, трапеза афонская, монашеская в принципе, можно поподробнее? Трапеза ведь это часть богослужения, правда? Да, это продолжение. В чем особенность трапезы? Чем вообще питаются афонские монахи? Мы в прошлый раз немножко говорил отец Епифаний, но было бы интересно еще раз послушать. Ну, во-первых, посты, да, здесь на фоне 250 дней в году пост, сами понимаете. Второе, здесь не едят мясо, как говорили уже в прошлом эфире, мясо животных здесь не едят, кроме рыбы. Поэтому монахи питаются очень такой здоровой пищей, хотя не обильной, но здоровой пищей. Оливковое масло здесь есть, рыба здесь тоже есть, поэтому за здоровье монахов переживать не нужно. Много овощей, много трав, оливки, конечно, в разных вариациях. И трапеза монашеская, это, конечно, отдельная история, нужно обязательно побывать это, или хотя бы для женщин там видео посмотреть какое-то. Это обязательно чтение жития святых или отрывков из священного писания, это полная тишина. На трапезу приглашают всех, кто находится на тот момент в монастыре, обязательно угощают всех. И, ну, в общем, такая сытная, хорошая еда, и самое главное, принимают ее с таким благоговением монахи, что очень-очень тоже поражает иностранцев, очень поражает, они к этому уже не привыкли. Так, вот тут там пишут, шикарный эфир, но нам туда нельзя. Как поглядеть? Это такая возможность. Ну, тут отвечу я, друзья. Летом, я уже говорил сегодня, в течение нашего эфира, летом у нас действует круиз вдоль Святой горы Афон, на который мы выносим мощи святых. Различные. Это разные монастыри. Это и скит Святой Анны, это и монастырь Ксенофонд, это монастырь Денисиад, мощи святых, Святого Георгия, Святой Параскевы, Святого Иоанна Крестителя и много-много-много-много других. Поэтому приезжайте, если вам будет интересно, вы сможете к афонской красоте, во-первых, ее обозреть сможете, а во-вторых, можете прикоснуться к афонским святыням, таким значимым, много которых, многих святынь вы не найдете. Например, вот рядом монастырь Святого Павла, там... Дары волхвов. Есть где-то? Можно приложиться еще где-то в мире к этим святыням? Нет. Они вывозят время от времени куда-то, но когда они вывозят и куда они вывозят, конечно, это информация такая не для всех. Поэтому только в этом монастыре. Ну что ж, коллеги, вопросов у нас больше нет. Эфир мы будем завершать. Смотрите нас. Мы будем выходить еще. Ну, конечно, число эфиров ограничено, в связи с тем, что место у нас такое, в него просто так не доберешься. И нужно получать особое благословение. И мы получили сегодня такое благословение на съемке этого эфира. Поэтому присоединяйтесь, смотрите. Смотрите нас. Смотрите, как рассказывает вам Семен, и как у нас все будет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, за все. Ола Кала. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.